Простуда на губах. До 10 миллионов россиян ежегодно страдают от вируса герпеса. А он, к сожалению, поражает и другие части тела, порой доставляя мучительное страдание тому, кто заболел. Герпес известен человечеству со времен Древнего мира, где-то за тысячу лет до нашей эры. Однако и сегодня он остается одной из важных и трудно разрешимых проблем медицины. Мы часто связываем герпес с простудой, с холодом. Почему же заболевание обостряется в летний период? Об этом мы будем сегодня говорить. В студии у нас Елена Поступаева, врач-иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии и иммунологии Краевой клинической больницы. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Вот мы берем сегодня фокус. Внимание, герпес и лето, и даже не просто лето, а почему люди часто заболевают, когда они отправляются в отпуск? И чаще всего к морю, в теплый климат, на отдых. Казалось бы, все должно быть хорошо, но буквально в первые же дни они начинают страдать от той самой простуды на губах. Ну, на самом деле, сейчас люди настроены на короткие отпуска, и это раз в год, и они ждут этот отпуск, и они устают от очень интенсивной работы. И очень часто организм в рабочие дни как-то настроен на то, что нужно, нужно, нужно. И тут вот оп отпускает. Не нужно. И он просто находится уже в стадии, когда резервные возможности практически на излете. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Хочется в отпуск покинуть свою территорию и увидеть что-то новое. И, как правило, это перелеты. Нужно понимать, что если мы перемещаемся в ином транспорте, автомобилей или поезда, то здесь обострений меньше. А вот перелеты, во-первых, это иная климатическая зона. Во время перелета большое количество народа, возможно, там будет хотя бы один больной респираторным заболеванием. И вот 8 часов до Москвы мы дышим тем воздухом, которым мы дышим там. Нового притока нет. Поэтому, как правило, после самолетов, длительных перелетов, мы выходим уже в продрамальном периоде. И здесь зависит от того, насколько наш организм справился. Мало того, все знают, что тот воздух, который находится в самолетах, это холодный воздух и идет вентиляция холодным воздухом. И люди переохлаждаются, находясь в самолете. И вот эти факторы смены часовых поясов. А мы знаем, что для иммунитета важными составляющими, чтобы он адекватно боролся с инфекцией, должно быть хорошее эмоциональное состояние, адекватное белковое и витаминное питание и адекватный сон. И вот когда нарушается даже сон, и мы переходим в иные часовые пояса, здесь является один из причин снижения возможностей, резервных возможностей иммунного ответа адекватного. Кроме этого, мы едем, как правило, не к Северному полюсу. Как правило, перемещаемся к морю, к Солнцу, к высоким температурам. И вот понятие солнечный пляжный герпес. Вот эта инсоляция ультрафиолетовая также воздействует на иммунные резервные возможности и происходит снижение этих возможностей. И идет обострение той инфекции, которая всегда с нами. Мы знаем, что... Я вот сейчас, простите, прошу, чуть-чуть перебью. И вот даже такое ощущение, что мы часто, когда говорим о том, что яркое солнце, жаркое солнце – это не полезно, и часто мы говорим о коже. Но на самом деле это не только про кожу, это про весь организм. Вот это, пожалуй, единственная ремарочка, которую мне хотелось добавить. Это весь организм. И мы понимаем, что входные ворота герпетической инфекции – это слизистая кожа. И здесь уже та локализация, где произошло первичное инфицирование. Это может быть и слизистая верхних дыхательных путей. Это слизистая глаз, к сожалению, это слизистая половых органов, ну и кожа в целом. Поэтому здесь, находясь с радостью в первый день, вот все клянутся – «Нет, обмажемся, и будем аккуратны, и будем поэтапно». Ничего подобного. Первый, второй день, а потом четыре дня. Болеют. Болеем. И это приводит к обострению герпетической инфекции и отпуск на смарку. Ну вот, конечно, мы не просто про это говорим, да? Мы можем же дать какие-то рекомендации, как чего-то не допустить и что делать, если уже это случилось. Ну вот, можем ли мы как-то позаботиться о себе и все-таки не допускать этих вещей? Особенно те люди, которые страдают герпетической инфекцией, знают, что у них такое может быть. Вот что делать, чтобы этого не было? Конечно. Общие рекомендации по профилактике респираторных инфекций – это правильное путешествие. То есть с собой мы должны брать обязательно средства обработки. И когда мы заходим в самолет, не нужно думать, что ваши соседи о вас как-то подумают, что у вас какая-то фобия. Нет, это простая безопасность. Нужно влажными салфетками, лучше с антибактериальным эффектом, обработать те поверхности, к которым вы будете прикасаться. Это столики, ручки различные, тумблеры, какие-то ручечки. Вот это обрабатываем. И нужно понимать, что когда на нашу слизистую попадает респираторный вирус, он не стремительно нас косит. Он до двух часов перемещается по поверхности слизистой и ищет те клетки, у которых нарушен рецептурный аппарат, для того, чтобы внедриться в эту клетку и начать работать с ядром по репликации собственных частиц. Поэтому, если мы, обработая руки, сбрызнем слизистую носа любыми смывающими физиологическими жидкостями, которые у нас есть в виде спрея, лучше не в виде капель, то есть закапали, руки обработали, закапали, просморкались каждые полтора-два часа. Это резко снизит фиксацию вируса на поверхности. Никто не отменял маски. Мы понимаем, что нахождение в большом количестве людей лучше себя обезопасить. Провели мы нормально наш полет, оказываемся в иной климатической зоне. Здесь нужно попытаться все-таки сохранить свой сон и быстро встроиться в режим той зоны, в которой мы находимся. Для этого есть и безрецептурные препараты. В общем-то, терапевт о них расскажет, каким образом мы можем сохранить структуру сна. Ну и далее уже, когда мы начинаем контактировать с солнцем, основное – это умеренность. И нужно понимать, что нахождение у моря, к сожалению, это значительно более высокая доза инсоляции, потому что отражение идет от всего – от волн, от песчинок. И мы, даже находясь, в общем-то, можем в такой тенистом месте, все равно отлетает, если мы прибрежны. Получает достаточно большую дозу. Но мы получаем дозу, и у нас все равно будет. Если люди страдают рецидивирующим герпесом, и они об этом знают, я бы рекомендовала все-таки, как правило, тот, кто болеет, он знает свою противовирусную терапию. То есть брать с собой обязательно лекарства? Хотелось бы даже начать за несколько дней до поездки для того, чтобы уже дать сигнал вирусу о том, что, извини, но нет, все будет под контролем. Взять с собой должные дозы противовирусных, противогерпетических препаратов и по рекомендации врача используйте эту терапию. Елена Гитальевна, есть несколько вопросов от зрителей. Давайте мы ответим на них. Скажите, если у человека часто возникает герпес, это признак слабого иммунитета? Да, мы всегда говорим, что, с одной стороны, это противовирусная терапия, направленная непосредственно на репликацию вируса, а с другой, это иммунотропное воздействие. Поэтому мы должны соблюдать те правила, о которых мы сейчас поговорили, для того, чтобы поддерживать свои резервные возможности. Есть следующий вопрос у нас. Скажите, какая температура в помещении комфортна для здоровья человека? Ну вот мы не затронули еще одну тему, у нас сейчас нет много времени, что об этом говорить, но тем не менее, еще одна проблема, когда мы заходим с жары в резкий холод, в кондиционированное помещение, я думаю, что вопрос связан с этим. Это же тоже может влиять на наше самочувствие и на наши простуды, и в том числе на появление герпетической инфекции. Да, и очень часто приходят пациенты именно с кондиционированием проблемы. Но здесь мы кондиционер ставим на 23 или 25, если на улице 30, то это 25-26 в помещении. Лена Геннадьевна, ну все же ставят на 16-18, чтобы пришел с улицы и сразу «хорошо». А умные люди на 25? На 25, да? Все-таки почему 25? Почему не 16? Ну потому что это зона комфортна, резкий перепад, это конечно, а 25 это, ну у нас в помещениях 23-25 среднесезонная. Это комфортная температура для работы. То есть не нужно делать таким образом, лучше немножечко привыкнуть, дать себе время. И действительно мы адаптируемся к этим 23-25, но то есть все-таки 16-18 не надо. С 30 в 23 это очень комфортно. То есть сразу понимаешь, что ты в прохладе. То есть не будем все-таки доходить до 16-18. Смотрим следующий вопрос. Правда ли, что герпес возникает от стресса? Он не возникает, он рецидивирует от стресса, от хороших и от плохих стрессов. Ведь свадьба детей это тоже стресс, но хороший. Поэтому это нужно понимать. И отпуск это тоже стресс, особенно после долгого рабочего периода. Никто так не нуждается в отпуске, как только что вышедший из отпуска. Поэтому это тоже нужно понимать. И я бы порекомендовала все-таки обратиться за медицинской консультацией лицам, страдающим рецидивирующим герпесом. И мы даем полное и в спокойном периоде, как избежать рецидивов и что делать в рецидивах. Поэтому знания очень важны. Лена Елена, большое спасибо. В студии у нас была Елена Поступаева, врач-иммунолог-аллерголог Краевого центра клинической аллергологии и иммунологии Краевой клинической больницы.